всем привет меня зовут катрин байер и сегодня я дежурный пекарь на телеканале еда и сегодня в свое дежурство я буду делать ватрушки но ватрушки не простые и вернее не сладкие а ватрушки закусочные они будут с творогом и сыром катрин байер шеф-кондитер уже много лет и до сих пор любит свою работу а все потому что для катрин большое счастье видеть какое удовольствие получают гости от ее выпечки и десерта так для теста мне понадобится соответственно ковшик для того чтобы подогреть молоко 160 миллилитров молока и так а пока я насыпаю в миску сахар 30 грамм соли 10 грамм сразу высыпаю сюда сухие дрожжи дрожжи сухие если вы не уверены в них да то есть как бы может быть купили какие-то новые то есть но не проверенные советую сначала тогда развести все-таки в молоке и посмотреть как они отработают да то есть если они пошли пены значит с ними все в порядке и они соответственно проснулись и дадут вам нужный результат если вы уверены в своих дрожжах то можно сделать это таким образом как это сделаю я сейчас то есть просто делать заготовку пока молоко подогревается молоко нужно подогреть совсем немножко все выливаю сюда а в ковшике я брошу сливочное масло мне нужно 40 грамм для того чтобы она растопилась перемешиваю дрожжи с молоком добавляю сюда одно яйцо снова перемешиваю и сейчас начну добавлять сюда муку можно высыпать всю сразу да но как правило в замесах всегда я тут такое существует наверное неофициальное правило если новый рецепт да не проверенный то советую муку сразу всю никогда не всыпать потому что муки может оказаться слишком много потому что например она у вас очень сухая все масло растопилось его снимаю то есть либо муки может оказаться маловато да то есть придется добавить потому что влажность муки возможно была повышена то есть поэтому всегда советую просто часть муки немного оставить для того чтобы контролировать степень замеса муки понадобится для рецепта 300 грамм я сейчас насыплю совсем немного просто мне так будет удобнее перемешивать то есть первую часть просто перемешаю ну а теперь уже высыпаю остаток и и начинаю замешивать руками и вот сейчас во время замеса я начинаю добавлять сливочное масло тесто при замесе достаточно нежное то есть его достаточно вымешивать не кулаками до пропускать сквозь пальцы замешивать его руками очень удобно и несложно тесто по рецепту вроде бы самое обычное ничего сложного в нем нету единственное его наверное преимущество в том что оно достаточно легкое и удобно замешивается все стеночки у миски чистые и отправляю тесто подниматься то есть хотя бы полчаса тесто должно постоять и слегка подняться то есть сильно ждать чтобы целая миска была этого не нужно на то есть если немножко под поднимется этого будет вполне достаточно для уже дальнейшей формовки ватрушек для того чтобы тесто было тепло и уютно я закрываю миску пленкой все и отправляю тесто в теплое место для того чтобы она отдохнула и слегка поднялось пока тесто отдыхает я займусь начинкой итак для приготовления начинки мне понадобится творог сметана сыр причем сыр я взяла именно копченый колбасный сыр самый простой ватрушки эти закусочные поэтому обязательно добавлю чесночка и свежей зелени и так сыр натираю на крупной терке здесь просто обратите внимание очень часто бывает сыр колбасный либо покрыт именно пленочкой до такой коричневый либо все-таки это коричневая корочка которая именно при приготовлении сыра образовалась у меня именно корочка поэтому ее я не снимаю она тоже придаст пикантности вообще мне нравятся рецепты где творог используется не в качестве сладких каких-то блюд до приготовления а именно вот чтобы это была какая-то закуска чтобы это был какой-нибудь не знаю вкусная начинка но но не сладкая то есть сочетание потому что творога с рыбой сочетание творога с огурцами со свежими солеными огурцами то есть она просто великолепно и так сыр натерла на терке теперь мне нужен творог творог если сильно зернистый то советую пробить его просто блендером для того чтобы масса была более гомогенная то есть если вот такой творог как у меня то есть зернышки здесь такие достаточно маленькие небольшие то его достаточно просто растереть и так творог я добавлю соли то есть я посолю только творог что был слегка соленоватый потому что основная естественно соль придет еще и сыра все-таки сыр колбасный соленый но хочу сказать такую вещь что начинка для выпечки именно для дрожжевой выпечки об особенности она должна быть всегда ну вернее не то что должна быть я советую чтобы она слегка была пересолена потому что тесто все-таки забирает часть соли из начинки и тогда получается вроде как ну чуть-чуть немножко не хватает если слегка на ваш вкус начинка будет пересолена тогда в таком случае после выпечки это будет очень гармонично потому что тесто немного соли заберет и будет так как вы любите то есть так и получится и так сюда же добавляю теперь вот этот натертый сыр в качестве сизующего добавляю сюда сметаны немножко сейчас буду перемешивать и пойму нужно ли мне еще потому что так скажем количество сметаны которые нужно добавить напрямую зависит от жирности творога и его влажности то есть должна получиться вот такая начинка ну потому что если она будет совсем жидкая это тоже немного нехорошо потому что она нас расплывется они запечется так я еще пол ложечки добавлю то есть в общей сложности у меня сейчас получилось две больших столовых ложки сметаны на этот рецепт и так ну и конечно же сыр и творог очень любят зелень и чеснок поэтому добавляю чеснока немного один зубочек вполне будет достаточно конечно же можно не порезать можно через чеснока давилку и даже до сих пор не знаю как правильно называется этот аппарат чеснокодавка чеснокодавилка все говорят по-разному но я всегда считаю что ради одного зубчика пачкать ее вот очень не хочется так и сюда же добавлю немного зелени зелень может быть в принципе любая на ваш вкус я предпочитаю все какие к творогу добавлять укроп я думаю что это будет вполне достаточно и перемешиваю все начинка для ватрушек готова причем скажу вам так по секрету то есть это масса сама по себе это уже хорошая готовая закуска потому что ее можно например вообще сформовать шариками обсыпать еще зеленью и положить вот так вот виде закуски на стол это просто вам так скажем как идея когда мы начинаем думать чтобы нам такого приготовить но я сегодня делаю закусочные ватрушки по этой причине и эту начинку я оставлю именно для них и так убираю все лишнее пока терла замешивала прошло полчасика мне этого достаточно для того чтобы посмотреть как тесто отдохнуло не отдохнуло и уже сформовать шарики для ватрушек так как она легкая нежная поэтому она достаточно быстро подходит достаточно легкое приготовление и принципе особенно когда люди практикуются с тестом первый раз то есть такой рецепт больше подходит потому что его не нужно долго вымешивать вытягивать смотреть клейковину и все такое прочее то здесь все просто перемешал и все тесто будет готовое тесто получится немного муки на стол и перекладываю тесто из миски на стол все никуда она не прилипает ничего такого прям совсем жидкого нету и сейчас мне нужно его разделить на ровные части для некоторых это наверное самый сложный процесс разделить на ровные части но вы уж постарайтесь ух сколько у меня 10 ватрушек получилось и смотрите то что мне нужно сделать мне нужно сформовать их в шарик то есть можно это делать на руках можно это делать на столе чуть-чуть помогать себе мукой для того чтобы тесто не прилипало то есть это очень важно именно для того чтобы формовать шарики именно вот мучными руками. И работать с тестом для ватрушек нужно на муке. Это очень важно. А почему это важно, я покажу чуть позже, когда начну формовать именно прямо сами ватрушки. Вернее, когда начну раскладывать начинку. Вот тогда наглядно покажу, для чего нужно это делать на муке. Итак, шарики накручены. И вот тут важный следующий момент. Их нужно разложить, соответственно, уже сразу на противень, но на приличном расстоянии друг от друга. То есть вот этот акцент ватрушках очень важен, потому что они останутся не шариками, они все-таки будут ватрушками, поэтому их нужно разложить на противень на большом расстоянии друг от друга. Противень можно смазать маслом, можно, соответственно, застелить бумагой. Я предпочитаю все-таки использовать бумагу для выпечки, потому что таким образом мои противень остаются чистыми. Итак, и раскладываем их не очень близко к краю, да, то есть, соответственно, просто равномерно пытаемся распределить. У меня на самом деле есть два противня, поэтому у меня 10 шариков, два противня, то есть мне ничего считать не нужно. Я разделю просто их, соответственно, на два противня и не буду даже мучиться, что у меня там где-то близко, что-то слипнется или еще что-нибудь. Итак, у меня есть второй. Я его также застилаю бумагой. И, соответственно, раскладываю заготовки для ватрушек. И вот сейчас вся эта прекрасная история должна постоять снова еще полчасика, потому что эти шарики, после того, как мы их помяли, да, то есть, как бы мы сделали их тугими, они должны немного подойти. Почему говорю, что немного? То есть не нужно ждать, пока их раздует вот до таких размеров. Нет. Просто они должны снова дернуться. Мы должны увидеть работу дрожжей, что дрожжи работают, и, соответственно, тесто подходит. И после этого я покажу, как сделать углубления для ватрушек, даже для закусочных, ну и, в общем-то, для классических делаются точно такие же углубления. Шарики из теста для ватрушек постояли совсем немного. Честно сказать, я за это время успела просто вымыть посуду, которую, соответственно, использовала. Все, ничего вот они огромными не стали. Просто слегка, так скажем, они успокоились и начали работать. И вот сейчас нужно сделать углубление для начинки. То есть таким образом делается, ну, самая обычная классическая ватрушка. Для этого понадобится стакан с ровным дном. То есть это может быть чашка, кружка, то есть все что угодно, но самое главное, чтобы дно было ровное. Таким образом все получится. Диаметр лучше всего выбирать такого же диаметра, как и ваш шарик. Итак, нужно немного муки для того, чтобы просто, ну, вот таким образом как-то припудривать, да, припудривать дно стакана. Верное слово нашла. И именно по этой причине я вам говорила о том, что шарики должны быть сухие. То есть если будет масло, то тогда они будут немножко липкие, и стакан просто будет очень сильно прилипать. Потому что сейчас этим стаканом нужно просто прямо нажать на шарик. Смело нажимаем практически вот, чтобы почувствовать дно. Не нужно ничего бояться. И после этого, соответственно, все. Стакан вытаскиваем, у нас остается лунка, куда мы положим начинку. И будут красивые ровные бортики. И здесь вся эта история также повторяется. То есть нажимаем сильно-сильно. Почему нужно именно прямое дно? Потому что если оно будет, ну, немножко такое вдавлено, просто таким образом вы будете слегка прорезать тогда вот эту лунку. И, ну, наверное, это будет не очень страшно, но просто вам будет казаться, что что-то не так. Так, и последовательно так все шарики. Даже если попадаем нечетко в середину, да, вот как здесь получилось. То есть один бортик чуть тоньше, другой чуть толще. Ничего страшного в этом нету. То есть это в этом и заключается красота ватрушки. Ну, как я считаю, в этом заключается красота выпечки. Не просто домашней, а выпечки, которая сделана руками. То есть ремесленный труд. Все, заготовка готова. И вот сейчас, как часто бывает, что выпечку дрожжевую, да, нужно смазать яйцом перед выпечкой. На ватрушках я советую это делать до начинки. Потому что когда покрыта яйцом сама начинка, получается у нее, ну, тот колер, который получается, мне не нравится. Я хочу, чтобы начинка осталась все-таки белого цвета, потому что, как бы, творог будет очень гармонично смотреться тогда рядом с зажаристым таким бортиком. Поэтому сейчас нужно смазать ватрушки, вот эту заготовку, нужно смазать яйцом. Яйцо слегка перемешать. Я всегда добавляю, когда, ну, мне нужно яйцо для смазывания, для смазки, я добавляю немного все равно воды. Можно добавить молока, если осталась открытая пачка, но даже воды будет достаточно. Все, и с помощью кисточки моя задача смазать бортики. Серединка мне здесь абсолютно не важна. И вот сейчас, сейчас, когда мы, соответственно, формуем ватрушки, должна активно заработать ваша кулинарная фантазия. Потому что, так как ватрушки эти закусочные, то есть не сладкие, можно прямо сейчас, вот когда смазать яйцом, посыпать бортики кунжутом. Это тоже будет очень красиво и придаст своеобразный вкус. Можно посыпать какими-нибудь ароматными травами, да, то есть можно посыпать тмином, можно добавить кориандра. Можно вообще ничего не добавлять, как я это делаю сейчас. Сейчас, в общем, на ваш вкус. Но, как правило, когда выпечка, ну, декорируется, наверное, всегда у человека, который ее делает, мне кажется, повышается настроение. Потому что в любом случае все, что мы готовим, мы готовим с душой и с любовью. Все, и прямо посередине выкладываю начинку. Здесь начинки получатся достаточно щедро. По поводу того, что оставить ее вот так вот дыбом стоять, честно сказать, не рекомендую. Все-таки ее нужно полностью, да, утрамбовать в лунку. Особенно первый раз, вы же не знаете, как себя начинка ведет в духовке. Может быть, она вся начнет кипеть и расплываться. Ну, и потом все-таки она должна быть вся в лунке, в ватрушке. У нас они возвышатся над ней. Поэтому просто слегка поправляем. Двумя ложками раскладывать очень удобно. Все, вот прекрасно. Тесто получилось на 10 ватрушек. И начинки как раз получается тоже на 10 штук. Поэтому я сейчас ставлю все это в духовку. Готовить ватрушки я буду в духовом шкафу Симфер. Ширина этого духового шкафа совсем небольшая, всего 45 сантиметров. Однако этот шкаф очень вместительный. Я буду использовать сразу два противня. И они легко поместятся внутри. Компактны снаружи и объемны внутри. Это идеальный выбор для маленькой кухни. У духовки Симфер есть пять режимов работы. Конвекция и паровая система очистки. Можно готовить много и с удовольствием. При этом сохранив больше свободного пространства на кухне. Итак, ватрушки отправляются в духовку на 180 градусов. И печься они будут буквально минут, наверное, 10-15. Потому что все-таки теста там немного. Соответственно, выпекаться они будут достаточно быстро. Я ставлю одновременно два противня в духовку. Потому что моя духовка позволяет это сделать. И вообще, когда стоит современное оборудование на кухне, то можно готовить уже как профессионал. Итак, ватрушки в духовке. Напоминаю, что они пекутся на 180 градусов. До 10-15 минут, где-то так, мы смотрим именно по колеру теста. Для того, чтобы они были яркие, румяные, зажаристые. То есть, как угодно называйте это слово. Они должны быть красивые. Вот как только стали красивые, все, значит, они готовы. Их можно вытаскивать. Единственное, что хочу сказать, что не советую ставить на маленькую температуру. Просто очень многие боятся высоких температур, ставят поменьше. Таким образом, маленький кусок теста просто высыхает в духовке. И тогда выпечка перестает быть вот этой мягкой, пушистой. То есть, все-таки, если кусок теста маленький, температура должна быть высокая. Все прекрасно пропечется, но при этом, соответственно, тесто останется мягким и пушистым. Все, я успеваю, наверное, только заварить чаю. Вот такие потрясающие красивые ватрушки получились в духовке. В итоге они у меня простояли 12 минут. Этого было вполне достаточно. Но еще, конечно же, я хочу похвастаться, что я поставила в духовку одновременно два противня. И, соответственно, они одновременно у меня и выпеклись. То есть, ничего, все равномерно, все вообще очень классно. Так, и сейчас можно в каждую ватрушечку воткнуть, например, кусочек сливочного масла. Можно этого не делать. Напоминаю, что это ватрушки закусочные, поэтому кто-то, наоборот, любит, может быть, смазать их сливочным маслом растопленным. Мне нравится, когда чуть-чуть маленький кусочек просто воткнуть в серединку. То есть масло будет подтапливаться и, соответственно, придаст вкуса. А можно, например, добавить, да, ломтик соленой рыбы. Творог прекрасно гармонирует, соответственно, и с рыбой в том числе. А может быть, наоборот, вы положите сверху кусочек ветчины. И вообще это превратится в сказочное праздничное блюдо сразу. Все получилось вообще шикарно. Красивые пухлые бортики. Все убираю, и вот такая красота получилась. И вообще такое блюдо с ватрушками, это всегда настолько сразу становится тепло. Тепло на душе, тепло глазам. Такое блюдо, как правило, с выпечкой создает очень уютное настроение. Итак, беру ватрушку на пробу. Сейчас хочу просто ее разрезать для того, чтобы показать соотношение, наверное, начинки и теста. Вот что получилось. Начинки достаточно много. Начинка влажная. Это видно даже по срезу. Тесто пушистое, мягкое. Ой, это очень вкусно. И при этом нет лишней влажности. То, что я говорила про приготовление начинки. То есть если творог, да, то есть как бы у нас сильно мокрый, сильно влажный, не нужно добавлять тогда всю сметану по рецепту. То есть сначала все-таки нужно перемешать, посмотреть, какого качества творог. И только после этого уже, соответственно, можно будет понять, сколько добавят сметаны. Никакого яйца для связки здесь нет. Сыр, колбасный сыр, который добавила, копченый, он придал вообще обалденный аромат. То есть как бы этой начинке, не знаю, это очень вкусно. Поэтому я уже не удержусь и попробую. Не сладкое, в меру соленое. Ароматное из-за свежего укропа и чеснока. Потрясающий рецепт. Очень советую попробовать. Ну и с вами была я, Катрин Байер. Я сегодня была дежурным пекарем на телеканале «Еда». Готовьте с удовольствием.